Номер один по улице Писарева проводил мирный и согласованный митинг по поданному уведомлению. Митинг проходил рядом с Новосибирским областным судом и направлен на формирование общественного мнения против судебно-прокурорской коррупции, которая разрушает Россию, государство и разрушает само общество, деморализуя его. Уполномоченным представителем МВД на митинге назначен и присутствовал Титов. Уполномоченным представителем местной администрации, мэрии города Новосибирск, по распоряжению мэрии назначен и присутствовал тот же человек, не помню как его фамилия. После окончания митинга, когда были убраны звуковосилища и аппаратура и наглядная агитация, ко мне подошли сотрудники МВД и составили протокол о нарушении на митинге по статье 20.2 КАП России. Никаких требований от уполномоченного представителя МВД на митинге ко мне не поступало, в том числе и по поводу повязки. Никаких требований от уполномоченного представителя местной администрации, мэрии города Новосибирска ко мне не поступало. С Конституцией России, статья 2, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства. Статья 18. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл содержания и применения законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Статья 31. Граждане России имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Все достаточно понятно и хорошо. Однако, хорошо только на бумаге. А в действительности, коррупция прекратила права человека, равенство, государственную и судебную защиту. Коррупция создала дискриминацию. Должностные лица государства, коррупционеры безнаказанно нарушают права граждан и остаются безнаказанными и неподсудными. Обычные граждане лишены прав и беззащитны перед произволом властей. Их могут ограбить, на них могут сфабриковать уголовное дело, их могут убить. Это может быть осуществлено даже под видом следственных действий. На граждан могут сфабриковать административное дело на надуманных основаниях. Например, за нарушение закона о митингах, федерального закона номер 54. Коррупция деформировала правомерное применение закона. И закон стал применяться преступным способом, так же как бандитами скальпель, для убийства. Коррупция деформировала понятие права. Наиболее ярко и четко это проявляется в статье 18 Конституции. Права и свободы коррупционеров, миллиардеров, стали непосредственно действующими. Они стали определять смысл содержания и применения законов. Деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, еще и стали обеспечиваться судебной защитой. Коррупция деформировала и сознание граждан, понуждая их жить по понятиям коррупционеров. Это подтверждается обоснованным отсутствием толерантности к закону в России. Зачем человеку знать закон, если для решения вопроса ему необходимо найти посредника, выход на коррупционера, через который он сможет решить свои вопросы? Зачем человеку уважать закон, если он знает, что коррупционные связи и наличие возможностей этими связями воспользоваться находятся вне рамок закона? Не закон помогает человеку решать его вопросы, а коррупционер и деньги. Правосознание стирается практикой безнаказанности коррупционеров в России и расправ с теми, кто защищает интересы России от коррупционеров. Внутриличностный конфликт должного и сущего деформирует нравственные понятия, подстраивая их под существующие условия нравственность стала контролироваться финансовой заинтересованностью. Правосудие в России стало ширмой, за которой осуществляется судилище по понятиям, где законы применяются соответствующим образом в интересах коррупционеров, а судьи становятся марионетками, исполняющими волю коррупционеров. Сами коррупционеры осознают, что такие условия для жизни их родных являются плохими, и поэтому своих детей и семьи они перевезли в страны НАТО. Туда же они вывезли из России свои капиталы, как наиболее комфортные для жизни, где право незыблемо и действительно защищается государством. Уважаемый суд, в данном случае я считаю, что это к делу не именно относится. Уважаемый суд, дайте мне возможность защищать свои права или вообще удалите меня, удалите из заседания или не мешайте мне защищать свои права тем способом, который я считаю возможным и необходимым для себя и незапрещенным законом. Уважаемый суд, вы можете меня взять и удалить или дать мне возможность, соответственно, защищать свои права. Правосудие в России стало ширмой, за которую вновь закон применяется бандитским способом. Организуется расправа с теми, кто проводит публичные мероприятия против коррупции и рассказывает гражданам о вреде коррупции. Даже на ветерана войны Степанова, несколько раз составляясь протоколы административного правонарушения за организацию митингов, цинизм бандитов в генеральских мундиров позволяет вести преступную войну с инвалидами и с ветеранами Великой Отечественной войны. Уважаемый суд, вспомните глаза своих любимых людей, вам принимать решения и вам со своим решением дальше жить. Глядеть в глаза своим близким, говорить с ними о любви, добре и справедливости. Я председатель Новосибирского движения за права человека. И строк получился из Сорокина. Это наглое, открытое преследование по политическим целям. Бабкова, кто такая Бабкова? Это полицейский провокатор. Может зафиксировать, я за это буду отвечать. Потому что завтра будет в областном суде я подам заявление о преступлении именно на Бабкову.